Что сегодня происходит в Херсоне, узнаем прямо сейчас из первых уст. Луиза Еремина, корреспондент программы ВИК на СТБ, буквально пару часов назад вернулась из города. И сейчас с нами на связи. Луиза, добрый вечер. Здравствуйте. Коллеги, добрый вечер. Расскажите, каким вы увидели Херсон после 8 месяцев российской оккупации? Да, действительно, наша съемочная группа буквально вот несколько часов вернулась из Херсона. Но что я могу сказать, после 8 месяцев оккупации мы увидели Херсон достаточно пустынным. Там очень мало транспорта, закрыты магазины, кафе, банки. Но вот что самое интересное, в то же время Херсон сейчас буквально утопает в сине-желтых флагах. Люди на улицах улыбаются и они не скрывают эмоции. Для них сейчас самое главное, что Херсон это Украина. Мы счастливы, мы счастливы, что нас освободили наши доблестные ВСУ. Мы очень им благодарны. Сегодня четвертый день счастья и свободы. Это очень приятно. Это было 9 месяцев ужаса и страха. Вчера появилась уже первая связь. Мобильные операторы на базе Старлинк запустили передвижную базовую станцию. Мы сегодня привезли первую партию Старлинков. В течение недели более 200 Старлинков будет на территории Херсонской области. Коллеги? Луиза, если у вас есть что-то, продолжайте. Ну вот как раз мы услышали специалистов Минцифры, что действительно в Херсоне сейчас очень большая проблема с мобильной связью. И вот почему как раз херсонцы приходят на центральную площадь города, на площадь свободы. Они приходят до целыми семьями. Именно потому что там можно подключиться к системе спутниковой связи Старлинк. И хоть как-то, хоть с перебоями, но все же связаться со своими близкими. Коллеги? Вы, вот мы видели, да, как встречали все освободители, вооруженные силы Украины, херсонцы, с какими объятиями, эмоциями. А как встречали вот сегодня журналистов? Мы понимаем, что эти люди пробыли столько времени в оккупации, пережили, ну, что-то, наверное, невероятное, какие-то случаи, ситуации. Было ли много желающих поделиться вот этими переживаниями, возможно, историями? Да, конечно. Я вам хочу сказать, что херсонцы журналистов тоже встречали с объятиями, по крайней мере, наши съемочные группы, так точно. Люди открытые, люди не стесняются своих эмоций, они и плачут, и радуются. И самое главное, они готовы говорить. Они готовы говорить о тех ужасах, которые они пережили в оккупации. И они готовы делиться своими историями, чтобы об этом знал не только вся Украина, но и весь мир. Ну вот что вам лично рассказали, возможно, что вас впечатлило, шокировало? Лично меня шокировало, да вы знаете, наверное, все из того, что рассказывали мне люди. Самое главное, что любого человека на улице могли забрать оккупанты просто после проверки мобильного телефона из-за какой-то фотографии, который им не понравился. И этот человек мог провести, как местные говорят, в подвале, на подвале от недели до нескольких месяцев. То, что там происходило с людьми, это просто не вкладывается, нет никакого здравого смысла в действиях оккупантов. Людей морили голодом, людей пытали итогом. И самое главное, что это было очень сильное психологическое давление, поскольку люди в камерах слышали все пытки, которые происходили вот в этих заведениях, где пытали и удерживали людей. Но, тем не менее, херсонцы не сломлены. И опять-таки, повторюсь, для них самое главное, что херсон сейчас вернулся домой. — Луиза, насколько большие разрушения в городе? Потому что он не пострадал так во время обстрелов, как тот же Николаев. Но когда уходили захватчики, они практически в последние дни разрушили, наверное, больше, чем за все время своего пребывания. Что заметно именно по инфраструктуре, по, возможно, строениям? — Вы знаете, я вам не могу точно сказать о масштабах разрушения в Херсоне. Могу лишь отметить то, что, да, действительно, объекты инфраструктуры пострадали. Но вот что запомнилось нашей съемочной группой по дороге в Херсон, мы увидели очень сильно разрушенные ближлежащие населенные пункты. Ну, чтобы вы понимали, там фактически нет ни одного не пострадавшего, не разрушенного дома, да и вообще здания, будь то школа или будь то магазин, даже самый маленький. Скажу вам честно, это очень страшная картина, разрушения очень страшные. — Какая гуманитарная ситуация в Херсоне? Потому что вот я там в соцсетях читаю о том, что люди как-то пытаются сами организоваться, какие-то посылки там передать. И уже известно о том, что первые гуманитарные грузы уже направлены в город. Есть ли в магазинах продукты, медикаменты, питьевая вода? Могут ли сейчас херсонцы, ну, грубо говоря, выдохнуть и полноценно жить, полноценной жизнью? Херсонцы могут точно выдохнуть после российской оккупации, но сейчас с продовольствием проблема, потому что магазины закрыты. Но хотя, как рассказывали сами херсонцы, с продуктами у них, в принципе, более-менее ситуация нормальная, потому что работают рынки. Вот действительно катастрофа с лекарствами, и как правильно вы отметили, уже первые гуманитарные грузы направляются в город, поэтому все живут в надежде, что ситуация наконец-то стабилизируется. И вот местные власти же призывают, во-первых, пока не возвращаться в Херсон, а во-вторых, если есть какая-то возможность, ну, не знаю, может быть, уехать на какое-то время, потому что не исключено, что Россия будет провокации устраивать и будет обстреливать освобожденные территории Херсонщины. Как люди настроены? Готовы ли они уезжать, оставлять свои дома, или готовы оставаться, лишь бы быть в городе на освобожденных территориях? Ну, по крайней мере, с теми людьми, которыми общались сегодня мы, они готовы оставаться в Херсонии, они готовы зимовать. У некоторых даже есть генераторы, и все же они надеются, что, опять-таки, повторюсь, и гуманитарная ситуация, и ситуация с объектами инфраструктуры уже вот после разминирования стабилизируется, и зиму они встретят в своем свободном Херсоне, в Украине. Лиза, вот, возможно, завершающий вопрос. Вот вы сказали о разминировании как раз. Не было какого-то ощущения, действительно, опасности, потому что, вот, много говорят и представители власти о том, что очень сильно заминирован Херсон, то есть буквально заминировано чуть ли там не каждое какое-то строение, каждая какая-то там возможность, где поставить там ту или растяжку или что-то еще, оккупанты ставили, и очень большая опасность для местных жителей. Вас, возможно, сопровождали как-то, ну, чтобы действительно, или давали какие-то наставления о том, как правильно передвигаться по городу, да и области, я думаю, тоже там опасность сохраняется. Ну, конечно же, нас, как средства массовой информации, нас сопровождали. По городу я вам не могу сказать, что была какая-то опаска или было страшно ходить или буквально отступать куда-то на миллиметр в зеленую зону, но все же, конечно же, действуют стандартные правила, как для журналистов, так и, наверное, вообще для всех гражданских, что на зеленую зону, вот, непосредственно на какую-то траву, или вот если мы говорим о полях, это если мы, например, выезжаем из Херсона, конечно же, лучше пока не остановиться, не ставить тут свои вещи, никуда не заходить, потому что, ну, спасатели еще работают, саперы еще работают, и мы должны понимать, что опасность еще существует.